Книга «Открытым оком», седьмой том, вопрос 1922. У человека есть чувство веселья и смеха. Как святые смотрели на эти качества и способности? Ответ Игнатий Тихонович Лапкина. Никогда не одобряли смех, тем более заливистый и громкий. Серрахов, 19 глава, 27 стих. Одежда и оскобление зубов, и походка человека показывают свойства его. Екклесиаст, 2 глава, 2 стих. О смехе сказал я, глупость, а о веселье, что оно делает? Серрахов, 21 глава, 23 стих. Глупый в смехе возвышает голос свой, а муж благоразумный едва тихо улыбнется. Памва, 18 июля. Будучи всегда преисполнен умиление, преподобный Памва никогда не смеялся. Никогда на лице его не было даже улыбки. Однажды бесы захотели заставить его засмеяться. Они привязали веревку к перу и потащили у него пред глазами, словно какую тяжесть кладь. Говоря и крича друг другу, помогите, помогите. Увидев это, отец Памва рассмеялся. Тогда бесы, обрадовавшись, закричали. Вот, наконец, Памва засмеялся. А он возразил им. Я не смеялся, а посмеялся над вашей немощи. Одного пера поднять не можете. Бесы убежали, пристыженные. Симеон Юродивый, 21 июля Видя комедианта, прозрел некоторый добродетель в его жизни. И, желая отвлечь его от явно совершаемого неблагоугодного дела, взял очень маленький камень и, сделав крестное знамение, бросил в него и попал ему в правую руку. И тотчас засохла рука у того. И никак не могли узнать, кто бросил камень. И ушел комедиант, болен и уныл. Во сне явился ему преподобный со словами. Вот я бросил в тебя камнем. И если не покаешься, и не поклянешься мне, что не будешь больше заниматься тем смехотворным искусством, не исцелеешь. Тот поклялся ему, причистую Девую Богородицу, что не будет больше показывать тех игр, и, встав, почувствовал себя здоровым, и рука его выздоровела.